Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о времени, о том, что такое время и как делать так, чтобы времени было достаточно, чтобы все успеть. Потому что многие люди сейчас говорят, и очень многие действительно, что времени не хватает. Что время как будто, ну скажем так, ускорилось и что, ну скажем, настолько мало времени на все, что просто не успеваешь все сделать. Да, это есть такое действительно ощущение, и оно можно сказать субъективное, что действительно как будто время течет гораздо быстрее, чем это было, ну скажем, не знаю, там 50 или 100 лет назад, да даже 20 лет назад. То есть этот процесс вот ускоряется, то есть мы чувствуем, что, как говорят, у нас 24 часа в сутках, да, ну как будто их меньше гораздо стало, то есть или скорее процессы стали течь так быстро, что субъективное понимание времени увеличилось. Поэтому мы говорим здесь о времени как о субъективной вещи, то есть что мы ощущаем время. То есть это не просто движение солнца по небосводу или движение часовой стрелки или еще какие-то вещи. Это наше субъективное понимание, насколько время течет быстро или медленно, насколько вот мы чувствуем этот процесс. То есть бывает мы чувствуем его, что это идет гораздо быстрее, а бывает медленнее. Поэтому у каждого человека это по-своему. Бывает человек, например, сидит и ему некуда девать свое время, то есть он настолько, ну не знаю, как это правильно сказать, скучает, можно сказать, что он не знает, как распределить свое, свои действия так, чтобы делать это, ну, в своодушевлении. То есть а бывает человек настолько спешит, он это, то и не успевает сделать какие-то элементарные вещи, там, я не знаю, покушать, например, или там прогуляться, или сделать какую-то гимнастику. Вот. Поэтому очень важно в данном случае это правильное понимание времени. То есть важно понять, что время это суждение, которое есть в нашем уме. И то, насколько как бы это суждение корректно, верно, настолько мы будем управлять своим временем. Поэтому в первую очередь приводим в порядок свой ум, то есть свое понимание времени. Потому что если это понимание будет вот так, что вот я успеваю сделать все, что необходимо мне в течение дня, то есть и тогда вы будете действительно это успевать. То есть вы не будете что-то, например, спешить, что-то там не заканчивать, что-то бросать недоделанным. Вы будете успевать ровно столько, сколько вам необходимо. То есть это может быть, конечно же, и правильное планирование. То есть если вы, например, запланировали что-то сделать, вы делаете это. Потом делаете следующее, потом что-то еще следующее. И таким образом вы распределяете правильно свое время. То есть вы действительно делаете то, что вы хотите сделать, не то, что вам кто-то навязывает или говорит, что это нужно, а вы сами планируете свое время. И это все опять же идет из ума, потому что правильные суждения – это что значит? Я управляю своим временем или у меня достаточно времени для того, чтобы реализовать все свои планы? Или я могу делать все, что хочу, и у меня для этого достаточно времени? Вот это позитивное постулирование. И, конечно же, когда позитивное постулирование применяется, вы можете это реализовать. Единственное, что может вам помешать – это негативные постулаты, которые есть в уме. Это такие постулаты, как «нет времени», «у меня вечно не хватает времени», «я не могу ничего сделать», «мне надо торопиться». Вы наверняка видели таких людей, замечали это за собой, что часто бывает такое, что начинаешь просто метушиться, что-то делать, и времени действительно не хватает. Это вот зависит от вашего состояния. То есть, когда вы ваше состояние улучшаете, когда оно действительно становится таким расслабленным, свободным, вы чувствуете, что у вас есть время на все, на все, что необходимо. И когда вы прорабатываете свой ум с помощью медитации или процессинга или другой методикой, когда вы уделяете этому время, хотя бы один день, хотя бы один час каждый день, то вы действительно понимаете, вы видите результаты, вы видите, как ваше состояние меняется, и вы видите, что вы можете справляться со своей жизнью. То есть, вы становитесь причиной над своей жизнью и причиной над временем. И вот существует определенное количество шагов, которые ведутся от состояния обычного человека к состоянию причинности, к состоянию гармонии, осознанности и счастья. Эта серия шагов называется «Мостом к полной свободе» или «Мостом к осознанности». Вот я провожу людей по этому мосту, помогаю им подняться ступенька за ступенькой, и каждый шаг – это определенное понимание, определенная степень осознанности, которая вы идете шаг за шагом, поднимаясь к вот этому состоянию гармонии, состоянию источника, то есть причинности в отношении своей жизни. Поэтому, кому это интересно, вы можете написать мне в личные сообщения, в Viber или в любой другой соцсети. И я отвечу вам, мы проведем бесплатную консультацию, тестирование, где я расскажу, как можно улучшить свои способности, как можно управлять своим временем. И мы проработаем определенные ситуации, которые мешают вам быть в настоящем времени и осознанно справляться со своим временем. Поэтому пишите мне в любой соцсети, и я отвечу вам, и мы договоримся о времени, о бесплатной консультации. Если это видео вам понравилось, то поставьте отметку «палец вверх», «нравится», подпишитесь на мой канал, и, конечно же, колокольчик для напоминания о том, чтобы не пропустить мои новые видео, которые выходят на канале ежедневно. Поделитесь видео с друзьями, я уверен, что они тоже хотят научиться управлять временем, увеличить осознанность и, конечно же, управлять своими способностями. Вам желаю счастья, гармонии, и до скорой встречи в следующем видео.